И мы продолжаем. Сегодня у нас разговор пойдет о том, как заработать школьнику в настоящее время. Беседу будем вести с Евгением Солоненко, председателем молодежной палаты при городской думе, и Владиславом Кушнаренко, его заместителем, руководителем рабочей группы по вопросам школьников. Здравствуйте, ребят. Ну и, собственно, начнем с вопросов о молодежи, которым вы и занимаетесь. Лето. У школьников возникает логичный вопрос. Как и где заработать? Сталкиваются с такой проблемой, что работодатели не хотят брать, естественно, из-за возраста. Несовершеннолетние и так далее, ответственности с них никакой, поэтому не будем брать. Что делать? Ну, во-первых, не всегда так. Некоторые работодатели, руководители готовы брать на себя ответственность, работать со школьниками. Так вот, в фастфуде можно работать 16 лет, есть предприниматели, которые берут с 14 лет. Ну, не всегда это официально, да, трудоустройство, но есть такие случаи. Плюс есть трудовые отряды, их порядка 9 штук, по 15 человек работают в каждом трудовом отряде. Зарплата небольшая, но с предложением о повышении заработной платы Дума будет выносить поправку такую, на следующий год бюджет закладывать, чтобы заработную плату можно было увеличить. Ну вот сколько? Трудовые отряды, сейчас о других тогда темах поговорим попозже. Вот трудовые отряды, там заработная плата сейчас составляет 3000 рублей, около того. То есть, если переводить, индекс мороженого вводить, то это, я не знаю, на неделю поесть мороженого. Ну, согласен. Там в трудовых отрядах больше идет такая тусовочная. Во-первых, время, 4 часа они работают, не более. Разбиты они по тематикам. То есть, кто-то убирает газоны, кто-то обучает старшее поколение компьютерной грамоте. То есть, есть такое. И, соответственно, определенная идет тусовка. По 4 часа ребята работают, 3000 получают. Ну, если так переводить, то если они бы работали по 8 часов, получали бы 6000. Ну, тоже деньги небольшие. О какой поправке в следующем году идет речь? Давайте поподробнее о трудовых отрядах, чтобы у вас понимание. Потому что не совсем так правильно вы понимаете, как оно есть. Да, ну, я могу сказать через призму своего опыта. Я в июне руководил трудовым отрядом. Мы работали 3 недели, работали много, хорошо. Убирали 2 объекта. Вот так каждое утро выходили и убирали. Занимались простым трудом, но трудом хорошим. И за это ребята у нас получат 3500 рублей. То есть, казалось бы, мало, да? Но я просто хотел бы сделать одну поправку. Вы все-таки воспринимаете трудовые отряды как работу в классическом понимании. Трудовые отряды для школьников – это все-таки больше практика. То есть, в любом случае, летом школьники должны обязательно проходить практику. И у них есть выбор. Или проходить практику бесплатно. А, так это альтернатива вообще получается, да? По сути, да. Альтернативная служба своего рода. Да, у них есть выбор. Или проходить практику бесплатно, там, например, 2 недели. Ну, это может быть покраска спортзала, уборка, пришкольная территория. Там много видов практик. Помощь по библиотеке, книжки таскать туда-обратно. Или 3 недели поработать. То есть, также пройти практику. Практика для них обязательно. То есть они никуда от этого не денутся, откровенно говоря. Но еще получить небольшую, но денежку. И поэтому школьники все-таки выбирают вот эту альтернативу. То есть они и пройдут практику свою, и там на неделю больше поработают, но свои 3,5 тысячи рублей получат. То есть это трудовой отряд и практика идут взаимо не исключающие вещи. В любом случае в школе придется поработать. Ну, так устроена школа, что старшеклассники всегда проходят практику. И при школах действуют как раз трудовые отряды старшеклассников. То есть они делают что-то и в школе, и еще где-то, и поэтому получают... Ну, это способ пройти практику для них и немножко все-таки подзаработать. Ну, в такой ситуации это хорошо. Ну, плюс это еще, говорю, тусовка. То есть это определенная тусовка, где ребята работают, где ребята взаимодействуют, где есть определенный лидер-куратор, который, собственно говоря, как ведущий, начинает вести свою программу, раздает задания. Это тоже такая практика именно общественной деятельности. То есть мы смотрели, вот первая смена, когда закончилась, ребята презентовали нам свои программы, работы, которые они выполнили. Достаточно интересно, они рассказывают с горящими глазами, с энтузиазмом, с таким. То есть и готовы работать и в следующем году. То есть тут идет финансовая... Ну, вместо учебы готовы работать. Вместо учебы не стоит, но тут идет нефинансовая мотивация. То есть финансовая это как бонус, да, как мы говорим, на мороженое. А мотивация именно такая, общественная деятельность. То есть ребята заинтересованы. У меня вопрос такой, просто для понимания. Вам сколько сейчас лет? 29. 29 и 20. Ага, ну то есть школа далеко-далеко позади. Ну да. Просто я, насколько помню, у меня в школе, я вообще про трудовые отряды, честно говоря, я не помню уже. Были у нас они или нет? Сколько им лет вообще? Ну у нас трудовых отрядов не было. Допустим, у нас, мы как школьники, мы выезжали обычно на какие-то предприятия, допустим, или договаривались с предпринимателями какими-то, чтобы нас трудоустраивали. Вот, например, у меня была такая практика. Я работал на сельском хозяйстве. То есть это были полевые работы, это были определенные строительные работы, но они несложные такие, да, там, покрасить, побелить, ну что-то такое. То есть лето, я помню, мы обязательно одноклассниками, там, двое-трое человек у нас были желающие, выезжали и работали. Была у нас такая даже группа, которая работала с духовым оркестром, помогала духовому оркестру, там, трубы переносить различные, там, штуки собирать. Ну, интересная, в принципе, работа. Каждому, каждый выбирает свое направление. Но, насколько я помню, желающих было немного. Сейчас при наличии трудовых отрядов, да, когда мы с ними собираемся, видим, ну, по центральному району 9 трудовых отрядов, то есть это достаточно много. И в других районах тоже они есть. Да, и в других тоже районах они есть. Их, ну, 15 человек в каждом трудовом отряде, это приличное количество. В наше время такого не было, там, двое-трое максимум работали. Ну, я вот вспоминаю 30-й год, я тогда учился в лицейных условных технологиях, у нас там тоже была такая практика. Я точно так же выбрал трудовые отряды. Мы три недели убирали современный парк воинской славы. Только тогда это был не парк воинской славы, это был просто лесок в центре города, в ужасном состоянии, да, где в том числе были и лица маргинальной направленности, скажем так, работать там было увлекательно. Мы получили по 2000 рублей, но вот инфлятор... И бесценный опыт. И бесценный опыт, да, в том числе и игнорирование подобных личностей, и их просьбы предложений, скажем так. Получили 1000 рублей тогда, но все равно это было интересно, и у нас отряд был полностью заполнен. То есть, опять же, ребята между практикой бесплатной и платной выбирали платную. Это 2010 год. Сейчас вообще, вот если взять всех школьников, сколько из них прям идут и говорят, «Я хочу быть в трудовом отряде». Примерно. Ну вот я говорю, по центральному району, вот последний опыт такой, по центральному району 9 трудовых отрядов по 15 человек. То есть можно представить, сколько это. Ну не практически в каждой школе, ну там через одну точно, да, что через одну школу, если обязательно создается трудовой отряд, выбирается лидер-куратор, да, и трудовой отряд начинает работать. Ну количество участников и вот ребят, которые в трудовых отрядах себя пробуют, это же ограничено. Ограничено именно, вот мне кажется, фондом оплаты до этого всего. 15 человек, правильно? То есть в каждом отряде должно быть максимум 15 человек. Было бы больше, может и школьников было бы гораздо больше, кто ходил бы работать. А как, хорошо, ну а если, допустим, вот трудовой отряд, есть люди, которые, вот их всего 15 человек, а конкурс на место больше, как в такой ситуации отсеивается? Ну вот мы конкурс, как раз мониторинг по конкурсу не проводили, да, то есть у нас нет такой информации достоверной, что если больше желающих, если меньше, но опять же, те, кто не попали в первую смену, могут пойти во вторую смену и в третью. То есть трудовые отряды, они движутся все лето. Но школьники часто уезжают к бабушке в деревню, куда-то отдыхать, и поэтому такое распределение на все лето всем хватает. То есть такого, чтобы кто-то хотел поучаствовать в трудовом отряде, такой активист и не попал, но такого не бывало. А то будут потом ходить вот эти с плакатами, первые сентября, хочу денег бюджетных, дайте мне, пожалуйста. Хорошо. Ну, вроде бы все с трудовыми отрядами, ясно. Такой дополнительный, действительно, бонус. При этом, насколько я понимаю, лучших из лучших, да, потом еще какое-то отдельное поощрение есть, помимо... Ну да, мы вообще, в принципе, говорю, потом проводим такую выборную систему, немножко выявляем лидеров-активистов, действительно, которых хорошо себя зарекомендовали, и начинаем дальше уже в течение учебного года с ними сотрудничать, может быть, какие-то различные проекты реализовывать. Опять же, разговариваем со школьниками, кому что интересно, в каком формате работать. Кто-то рисует, кто-то танцует, да. И под него можем какие-то дополнительные рабочие группы создавать, и как хобби уже реализовываться. Есть люди, которые хорошо пишут, например, статьи, и у них это хорошо получается. Бывает, что их берут нештатным сотрудникам в какой-нибудь СМИ, предположим, чтобы писать какие-то статьи. Также, допустим, блогерам в помощь. И это уже дополнительно идет оплата. Небольшая, но есть. То есть можно, в принципе, прийти к вам в течение, допустим, года на следующий, если уже год строить планы, и говорить, я умею фехтовать, давайте что-нибудь придумаем. И можно чисто теоретически организовать какую-нибудь школу фехтования, к примеру, и вот детей туда. Примерно так и есть, да. То есть мы сначала человеком... Мусор на шпажки насаживаем. Да, предположим так, что сначала человек проявляет себя как-то, да, показывает, действительно организовывает, потому что заявить о том, что ты умеешь фехтовать, а по факту это может быть только в компьютерной игре, да, было, это нужно еще проверить. То есть человек заявил, что он... Но есть же компьютерная грамотность между пенсионерами. Компьютерная грамотность тоже. Компьютерная грамотность на разное. Одно дело, когда ты умеешь сам пользоваться, а другое дело довести до человека, да, до пенсионера того же, да, как правильно пользоваться и какими программами нужно. Если мы начнем рассказывать, как играть в Battlefield пенсионеру, да, или в Need for Speed, соответственно, как бы какой ему это будет с этого прок. А вот, например, как попользоваться какой-нибудь банковской системой, банком онлайн, там, или дальше, там, как по управляющей компании какие-нибудь долги посмотреть, как свой расчетный счет проверить, завести и так далее. Это уже было бы интересно. А теперь давайте прервемся и посмотрим небольшой, но занимательный сюжет на нашу сегодняшнюю тему. В этом сюжете мы окунемся в воспоминания и расскажем вам, как зарабатывали деньги многие школьники в начале двухтысячных. Итак, смотрим и улыбаемся. Основная масса ребят сдавали бутылки, собирали чебурашки и дару от 40-градусной, затем несли в пункт приема. Заработок небольшой, зато деньги выдавали на руки сразу и без лишних вопросов. Те, кто посмышленнее, искал цветной металл, алюминий и медь. За них можно было выручить значительную сумму. А кто в свои 14 или 15 был крепок в плечах, мог по знакомству устроиться к грузчикам. Работа тяжелая, главное не перетрудиться. Также подростки расклеивали объявления. Занятие не пыльное, но муторное. Тем, кому повезло, мог стать курьером. С такой работой и город узнавали лучше, и деньги зашибали. Но, пожалуй, самое интересное занятие – мойка машин. Счастливчики, попавшие в этот бизнес, могли получить нехилую прибыль. И к концу лета купить себе не только учебники для школы, но и ставшие популярными в тот момент сотовые телефоны. Где сейчас можно заработать школьнику? Устроиться в лагере вожатым, к примеру, получать 1015 за смену. Квас продавать. Ну, нормально там заработать? Ну, 700 рублей в день. На лето куда можно устроиться? Ну, какой-нибудь парк детских аттракционов можно. Почтальоны тоже принимают их. Ну, больше, не знаю, так. Можно на мороженое попробовать пойти. Есть сейчас работа, поэтому у меня есть работа. А вообще, все места уже заняты заранее, даже с весны. Поэтому на лето почти работы, мне кажется, нет студентам, не школьникам. Сколько, как ты думаешь, должна быть зарплата у школьников, чтобы хватало? Ну, тысячу в неделю, не знаю. Ну, в принципе, нормально, да. А так вообще, в месяц? В месяц? Ну, посчитать нужно. Ну, примерно, вот сколько будет? Ну, примерно тысяч, тысяч семь. Наверное, раздавать листовки. Это первое. Потом. А больше, наверное, негде. Почему не берут? Не знаю. Наверное, сложно устроиться, нужны более квалифицированные. Студентам тоже нужна работа. Студенты более мобильные. Куда можно пойти устроиться на лето? Можно на класс пойти, класс продавать. Мороженое тоже самое. И куда? Парк аттракционов. Либо идти в аптеку, там раскладывать товары, что-нибудь еще. Ну, охотно берут? Нет, не все. Ну, нужно пробиваться? Нужно. Если хочешь заработать, конечно, надо пробиваться. Хорошо, давайте, у нас немного времени остается. Про трудоустройство, вот опять-таки, не в отрядах. Вы говорите, что школьники, школьников работодатели некоторые берут. Берут, да. Основные, тем не менее, это вот, где мы видим этих ребят, это продажи мороженого, там, не знаю, что еще. Основные школьники, которых хотят брать предприниматели, собственно говоря, на летний сезон, это мы как раз и говорим, что продавать мороженое, так далее, сезонная, да, какая-то работа. Возже 16 лет. То есть, все-таки, основной акцент 16, с 14 берут сложнее. Вот, опять же, с 14, потому что есть определенные ограничения, да, что определенное количество часов должен человек работать, там, должно быть разрешение родителей и так далее. Вот, 16 немножко попроще. То есть, это, опять же, да, как мы говорили, фастфуд, это продажа мороженого, это различные расклейки, там, объявлений, промоутерские какие-то такие, несложные вещи. Почему, опять же, несложные, потому что напрягать школьника какой-то тяжелой работой, да, чтобы у него потом сложился какое-то неправильное мнение или какой-то стереотип о работе, ну, тоже нельзя. Потому что, если сейчас он перенатрудится, скажем так, да, перенапридется, да, а захочет ли он потом работать вообще, скажет. Или будет потом вот человеком, которых Владислав отгонял потом в парке. Да, 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 вот вариант такой. Поэтому все должно быть в меру все-таки, я считаю, что работа должна быть такая посильная, она должна доставлять в какой-то мере удовольствие, да. Я знаю, что у нас на иносельском хозяйстве некоторые предприниматели берут работников, работают, ну, и школьники, молодежь. То есть, работа тоже нетрудная, оплачивается она не по количеству времени, да, а по количеству той работы, которая проделана. Школьникам тоже нравится, потому что они потрудились, поработали, да, потом девочки могут пойти себе там сделать маникюр, предположим, какую-то укладку. Мальчики могут там купить себе там сотовый телефон или еще что-то, по концовью какой-то бонус получить. То есть, примерно сейчас все понимают, что сотовый телефон стоит как маникюр у девочек. Да, не экономим. Ну, бывают же такие еще ситуации, не знаю, насколько их много, сейчас мне, может быть, и расскажете, что идет школьник, устраивается куда-то на работу, работодатель видит, ага, несмышленыш, желторотик пришел, дай-ка я его обману или еще что-то. Не заключают договор или вот как-то законодательство обходят. К вам приходят потом ребята и говорят, помогите меня вот там где-то. Ну, у нас таких случаев, когда к нам обращались, не было, но к нам подходили, когда за консультацией, что нужно, как правильно оформить договор, да, или нужен ли этот договор для того, чтобы устроиться на работу. Вот такие как бы вещи были, да, что у нас. Чтобы не оплачивали такого как бы, ну, с такими проблемами к нам не поступало, да, таких предложений и жалоб сказать. Ну, еще я хотел бы, собственно, предупредить тех школьников, которые сейчас смотрят нас, о том, что ни в коем случае нельзя устраиваться на работу неофициально, без отключения трудового договора. Говорю по своему собственному опыту, устраивался я работать со временем расклещиком объявлений. Как бы работа простая, хорошая на самом деле, да, но в итоге работодатель нам обвинил нас в том, что мы работали плохо, хотя мы работали абсолютно педотично, все нормы перевыполняли и выплатил нам всего лишь половину, там и так зарплата была не такая уж высокая, выплатил нам всего лишь половину заработные платы. Или вот с другой стороны, я когда работал в фастфуде, проработал всего 10 дней, ну, работа не по мне оказалась, да, но из-за трудового договора мне выплатили все в точности. То есть вот 10 дней отработал, все, чуть-чуть в чуть-чуть мне выплатили. Поэтому в любом случае, вот если вы приходите на работу и видите, что работодатель не хочет заключать с вами трудовой договор, то уходите с этой работы, то есть тут же разворачивайтесь и все. Только трудовой договор, тогда вы получите заработную плату, тогда у вас есть гарантия того, что вас не обманут. И в то же время, если вас обманут после заключения трудового договора, да, если вы к нам прийдете, мы вам сможем помочь. Сможем там взаимодействовать с депутатами, например, обратиться к ним за помощью или обратиться к такому юристу. Ну, много есть возможностей, да. А если к нам прийдет, школьник скажет, что я работал без трудового договора и мне не выплатили заработную плату, как мы им можем помочь, если у нас даже нет никаких подтверждений того, что он вообще работал? Единственное, если повезет, что кто-то из нашего состава или из наших знакомых знает этого предпринимателя, на котором можно просто по связям, можно как-то попробовать повлиять на эту ситуацию. Ну, это единственная возможность. Ну, опять же, вот эта проблема по неоплате, она существует не только среди школьников, да, и у взрослого населения тоже есть такие проблемы, когда есть такие предприниматели, которые берут ребят на испытательный срок, там, студентов, допустим, да, или сразу после вуза. Когда взял человек на испытательный срок, человек там месяц-два-три проработал, он говорит, вы не подходите, извините, мы вас не берем на работу, берут следующего. И так системная работа продолжается. И корпорация живет несколько десятилетий. Да, да, предположим, таким образом. Вообще сфера, молодежная сфера, вопросов, опять-таки, у школьников, у студентов, вообще у всех, кто попадает под категорию молодежь, это люди до 35, наверняка какие-то вопросы появляются, хочется человеку обратиться к вам, в молодежную палату. Как это сделать, контакты, координаты? Ну, вообще у нас работают приемные на Некрасова 55, туда можно подойти с какими-то вопросами, мы, собственно говоря, дадим какую-то консультацию, да, если возможно помочь, включимся в эту работу, если нужно будет привлечь депутатов, да, также мы попробуем подключить депутатов, депутаты нам не отказывают в помощи, то есть, соответственно, конечно, мы помогаем, чем можем, тем помогаем. Ну, и вообще мы живем в 21 веке, нас легко найти в социальных сетях, у нас там такие страницы открытые, прокаченные, так что найти тоже несложно, и, собственно говоря, в личные сообщения, и все. Одним словом, сегодня мы убедились в трех вещах, что работа должна оплачиваться по закону, что работа должна приносить удовольствие, и что молодежная палата при Хабаровской городской думе – это открытая структура. Ребят, спасибо большое, напоминаю, сегодня у нас в гостях были Евгений Слоненко, председатель молодежной палаты при городской думе, и Владислав Кушнаренко, его заместитель и руководитель рабочей группы по вопросам молодежи и школьников, правильно я понимаю? Спасибо большое, удачи вам. Спасибо, до свидания.